Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Традиционно начинаем наши дневные обзоры биржевых новостей с азиатской торговой сессии. Рынки США вчера были закрыты в связи с национальным праздником – Днем президента. Однако акции резко упали на новостях из России и Украины. Также снижаются индексы в Азии и Тихоокеане. Давайте посмотрим, как торгуются биржи этого региона сегодня – во вторник, 22 февраля 2022 года. Начало недели стало для рынков временем ухода от рисковых активов, поэтому на фоне обострения напряженности в Восточной Европе и по мере роста тревожности инвесторов доллар США стал выполнять роль валюты-убежища. Цена доллара по индексу корзине шести основных мировых валют умеренно выросла в момент максимальной напряженности вокруг Украины. Торговый график USDX сейчас стоит достаточно высоко вблизи уровня 96.21. Однако оптимизм в отношении гринбека по-прежнему поддерживается ожиданиями рынка на повышение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. И по мере приближения заседания Федерального резерва, которое пройдет 15-16 марта, возможен новый рост доллара. А пока цена доллара по индексу вероятнее всего будет проходить в границах между отметками 95.80 и 96.40. Японский эталон фондового рынка Nikkei сегодня настроен на падение солидарно со своим американским коллегой S&P 500. Последний сегодня уже снизился на 1,5%, указывая на открытие рынка США падением. А индекс Японии снизился на 1,8% и настроены дальше находиться в красной зоне. В такой ситуации валютная пара USDJPY с усилием, но все-таки, продвигается вниз. Ситуация на дневном графике полностью медвежья, и аналитики ожидают дальнейшего падения цены пары в пределах дневного диапазона между уровнями 114.47 и 114.79. Так что актуальный курс USDJPY на уровне 114.77 вполне может откорректировать недельное падение в район уровня 115.07 или продвинуться дальше вниз к ценовой линии на 113.33. Вчера австралийский главный биржевой индекс выбился из общего тренда, а сегодня, как и другие рынки, все-таки ушел в минус и потерял уже около 1%. На подъеме вчерашнего рынка австралийский доллар еще раз попытался отработать целевый уровень на 0.7227. Также австралийцы поддерживают рост цен на сырьевые товары, однако максимум дня, который смогла достичь пара австралийского доллара с американским, остановился у отметки 0.7224. Такая повторяющаяся ситуация может означать, что у быков потенциально нет сил для прорыва сопротивления на 0.7227. Также поддерживает австралийский доллар рост цен на сырьевые товары. Сегодня котировка проходит в ценовом коридоре между уровнями 0.7173 и 0.7214. Если минимум пятницы на 0.7168 будет преодолен, перед валютной парой откроется цель на 0.7065 – это вершина от июня 2020 года. Сейчас котировка проходит на уровне 0.7198 и, скорее всего, продолжит расти. В дальнейшем, по мнению аналитиков, общее наступление американского доллара на основные валюты снизит и курс пары AUD-USD. Только падение австралийцев будет происходить медленнее европейских валют. И мы продолжаем наблюдать за событиями на финансовых рынках. А пока на этом наш выпуск завершен. Спасибо вам за внимание. Будем рады обратной связи. Не забывайте, что мы открыты для обсуждений, поэтому делитесь своим мнением, задавайте интересующие вас вопросы в комментариях, а наши эксперты постараются на них ответить. Увидимся в следующем видео.